приветствую вас на моем канале хочу поделиться с вами сегодня я хочу сделать тесто для булочек и для печенья сейчас мы будем делать с вами тесто замешивать для печенья потом продвинемся сделаем тесто для булочек по очереди все сейчас я грею немножко мою буду я делать из сыворотки сыворотка у меня густая больше как к молоку а для булочек я взяла более светлую сыворотку это пойдет у нас для булочек а для печенья у нас сыворотка густая как как кефир так сейчас мы немножечко нагреем его чтобы было слегка тепленький продвинемся вперед я покажу вам что я буду ложить вместо ванилина я положу сегодня столовую ложку сироп инжировый густой сироп у меня ванилина как оказалось что нету и поэтому я вместо ванилина положу надо бы к можно было бы конечно кленовый сироп но кленового сиропа у нас нету и поэтому мы положим сироп инжира так все будем делать поочередно я покажу вам что я сюда добавляю как-то подвинемся вперед наша сыворотка греется но я думаю вот это достаточно она температура такая слегка так нальем мы с вами где-то 250 я возьму где-то 400 миллиграмм сыворотки еще нужно будет потому что для булочек тоже делать так положу я мы делаем печенье разрыхлитель и внутрь чайную ложечку не взяла но где-то чайную ложечку уксус виноградный уксус чтобы ой 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 компус 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 это так и выбросить так без этого не получается это мы все размешаем как получается какая пенка хорошая засыпем мы сюда грамм 100 сахара положу я ложку сироп не ложечку оставлю для булочек чтобы придать какой-то аромат вместо ванилина не думала я что у меня ванилина нету а сейчас за один ванилин не охота мужа посылать так нальем мы где-то сто пятьдесят грамм сливочного растопленного масла это нам опять нужно будет для булочек и восемьдесят миллиграмм растительного масла это все мы дело размешаем так и брошу я одно яйцо хотелось бы мне бросить половина желтка но не получится придется бросить все из белок просто не хочется потому что у меня когда я делала сыр я бросала 4 яйца 5 яиц поэтому у меня в сыворотке присутствуют яйца наверняка не поэтому я по одному яйцу брошу булочки в одну одному яйцо в печенье так это мы все сделали сахар яйцо масло теперь мы будем добавлять сюда потихонечку муку печенье я буду делать двухслойная буду делать добавлять и какао и белое смешивать сейчас муку я добавляю на глаз потихонечку и замешиваем сколько возьмет смело полкило положите а потом уже потихонечку будете добавлять полкило муки сначала возьмите до полкило хватает а потом вот так потихонечку будем замешивать наша тесточка для печенья есть у меня еще вот такие присыпки что делают на пасху я это тоже добавлю печенье на сторонку все пока положим это нам пока не надо пока мы разделаемся с нашими печеньями и приступим делать наша потом булочки так давайте-ка я вот это пока вылью здесь тоже у меня где-то 400 миллилитров это пусть растаивает наша я я ложила морозилку как я вам говорила я уже я чтобы не прокисло и когда надо я уже собрала много бутылочек печеная пику почему я должна вылить сыворотку в морозилочке сохранится давайте я это буду потихонечку замешивать вымесили его вы такое вот тесточка я его оставлю сейчас на не на расточку а там минут 15 отдохнуть так это тесточка у нас готовая сейчас мы сделаем тесто с вами на булочке у нас на печенье с разрыхлителем выпекать я буду в другом видео потому что тесто надо для булочек нам подарок чтобы подошло это тоже тесточка отдохнула в этом видео я поделюсь с вами как я разогреваю я маслица и грею йогурт для булочек в общем в этом видео я вам показала как я делаю тесто для булочек и сейчас буду делать и сделала тесто для печенья в следующем видео я уже засниму покажу вам как я испекла какие булочки и какие печенья сейчас приступим это тесточка наша готовая накроем его пусть она нас отдыхает накрою я вот шапочкой пусть он у меня отдыхает положу я в стороночку его наша ряженка ряженка сыворотка наша сыворотка нагрелась почищу мои ручки так насыпала я сюда щепоточку соли а в печеное я тоже положила печенье щепоточку соли так налью я 400 миллилитров не буду измерять я знаю что здесь у меня 400 миллилитров сыворотки теплой теплой сыворотки нам не надо сюда я высыплю делаем мы с вами булочки сейчас не ошибайтесь и мы сделали тесто для печенья теперь будет у нас тесто для булочек так налили мы сыворотку бросили щепоточку соли сюда засыплю я сухие дрожжи сухие дрожжи я взяла 8 грамм вот такие сухие дрожжи и засыплю 100 грамм сахара вместо ванилина ванилина не имею я брошу столовую ложку немножко побольше сироп инжировый сироп если у кого есть кленовый сироп можете положить кленовый сироп делаем все сразу бросим сюда 50 грамм до маслица сливочного и положим 80 миллиграмм или миллилитров где-то растительного масла это все в наше тесто разобьем мы сюда одно яйцо разобьем полностью до ничего что у наша сыворотка имеет яйца может быть яйца забрала где мне бумага может быть яйца забрала сам сыр поэтому очень не рисковать бросим 1 это нам уже ничего не нужно это мыть мойку какао мы будем добавлять наше печенье когда будем разделывать формочки делать и булочки тоже мы пока ничего добавлять не будем если я вдруг захочу булочки тоже сделать двойное тесто это я потом в конце добавлю я вам это покажу я сейчас только вымешу тесто покажу вам муки тоже я взяла где-то возьму сразу где-то 500 грамм будем завешивать тесто а потом посмотрим сколько нам понадобится еще муки давайте я буду замешивать продолжаем вымешивать наше тесто я уже насыпала муку хорошо сделала моей взбивалочкой и сейчас я перешла делать ручками я вам покажу как я замешу какое тесто поставим подойти будем делая формировать с вами из этого тесто булочки я буду выпекать и булочки и печенье сразу вместе потому что и булочки 25 минут выпекаются и печеница выпекаются 25 минут будем следить за нашей духовкой так вот я замешиваю тесто всегда в чашках я на столе не вымешиваю я привыкла так вы делаете как вам сподручно если тесточка прилипает к рукам можно немножечко еще нанести муку и вмешать в тесто вот таким сегодня видео я с вами поделилась как я замешиваю тесто для булочек и для печенья и уже в следующем видео я поделюсь с вами как я их вы выпек а как я их формирую и как я их выпекла тесточка наши все собираем с ручек тоже снимаем тесточка делаем мягкая итак мои друзья товарищи подружки друзья внучка меня смотрит моя феодорочка вот такой бабушка колобок так и булочку будет сегодня для тебя печь моя родная ты от меня далеко вот и когда приедешь я тебе обязательно испеку как-то так да мои дорогие девочки друзья вот я такое тесточка для булочек замесила булочек сегодня я буду делать меньше как чем я делаю потому что я буду делать еще и печенье поэтому я взяла все рецепт по половиночке обычно я делаю двойное порцию сегодня сделаем вот так вот как-то так вот такое тесточка получилось а вот сделаем крестик пойду я принесу такую же шапочку меня такая же шапочка есть так я сейчас лучше накрою дрожжевое тесто шапочкой а пойду для этого моего тесточка принесу еще одну шапочку в минуточку есть у меня пока тут какая-то сакула я ее просто накрою чтобы не обветрилась мою тесточка и пойду принесу шапочку это пока вот так накрою а можно и даже и так не обязательно нести шапочку можно вот так упаковать пакетиком да это не дрожжевое тесто это дрожжевое это нам надо чтобы отстоялось и мы начнем с вами выпекать печенье вот таким видео я хотела сегодня поделиться с вами сделала сделали мы с вами два сорта теста с бейкин пауэром с разрыхлителем для печенья с дрожжами для булочек и на этом я с вами попрощаюсь и как я буду формировать и запекать я сниму покажу вам другом видео чтобы вы не запутались я напишу как я делаю тесто и как я запекаю чтобы было одинаковое понятно пишу под 1 пар 2 вот как то так на этом я с вами попрощаюсь чтобы не было у меня длинное видео но принципе я сегодня вышла к вам для того чтобы показать как я делаю тесто для печенья для для печенья и для булочек на этом всем пока мирного неба хорошего всем настроения подписывайтесь на мой канал ставьте мне класс пишите комментарии всем пока пока